Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И сейчас я веду съемки из своего дома. Вот сейчас вы видите мой дом. И вы видите, что вокруг этого дома нет забора. И люди, которые приходят ко мне, в первую очередь спрашивают, а почему у тебя нет забора? Как ты живешь вообще? Я хочу сейчас объясниться, почему у меня нет забора. Наверное, ответит Тим. И это глубоко философский вопрос, на самом деле, для меня. Дело в том, что когда люди спрашивают, почему у тебя нет забора, я говорю, ну а зачем он нужен, собственно говоря? Зачем нужен забор? Они говорят, ну как? Ну грабители залезут там. Я говорю, ну послушайте, грабителям забор. Перемахнуть любой забор можно за 20 секунд примерно, а потом уже после того, как перемахнул через забор, делай, что хочешь, тебя не видят снаружи. Они говорят, ну да, наверное, ты прав. Вот. А у меня нет забора, и поэтому, если грабители залезают ко мне, то они чувствуют себя неуютно. Они просто на виду, они чувствуют, что, наверное, здесь есть какой-то подвох, вероятно, здесь камеры есть. И, ну, они действительно есть, там идет со съемкой, естественно, и камеры стоят намного дешевле, чем забор. И это тоже, как бы, фактор. Но люди говорят, ну хорошо, ну бог с ними, с грабителями, но как же так? Вот люди ходят там, и все смотрят на тебя, значит, там, как-то вот, ребята, а забор стоит где-то в районе 500, где-то тысяч, где-то миллион рублей, вот, потому что забор должен быть хороший, с фундаментом. И что? Для того, чтобы люди не смотрели на меня, я должен заплатить 500 тысяч? Да пошли нафиг, пусть смотрят, и пусть завидуют. Ну, люди пожимают плечами и говорят, ну, я не знаю, у них просто нет доводов больше. Но на самом деле, я думаю, что забор – это вот проблема с забором, и почему люди в первую очередь обычно строят забор, это не потому, что они боятся грабителей, не потому, что они не хотят, чтобы на них смотрели, а проблема намного глубже, она в подсознании. Вот, смотрите, мы все рождаемся в мире, он большой этот мир, огромный, и в мире есть что-то хорошее и что-то плохое, очень много плохого в мире, и очень многие люди воспринимают какой-то мир, как враждебный, и они говорят, что я-то хороший, а вот другие окружающие, они плохие. Там действительно много, так сказать, плохого, то есть есть и грабители, есть и хулиганы всякие, есть какие-то нехорошие люди, и люди, когда ставят забор, они хотят сказать, что вот я-то хороший, а мир плохой, и я вот вокруг себя построю хороший мир. И этот мир, он будет огражден вот этим забором, он маленький, мирок мой, но он мой, и он будет соответствовать мне, он будет такой красивый и хороший, такой же, как я. И поэтому, значит, вот ограждаются забором, и, значит, начинают там наводить порядок и так далее, газон стричь, ну, подстригли газон, куда траву, значит, мусор всякий выбросить, да, в окружающий мир, естественно. У меня в корне противоположное, значит, отношение к этому делу, то есть я считаю, что да, мир, может быть, он окружающий, там полно всего, но я хочу его улучшить. То есть я не хочу от него отгородиться, я хочу улучшить внешний мир, и поэтому у меня нет забора, и поэтому у меня совсем другое отношение. Вот этот лес, который вы видите у меня за спиной, он мой, и город, в котором я живу, тоже мой, и страна, в которой я живу, тоже моя, и я хочу улучшить все это. Я не хочу отгородиться от этого, я хочу улучшить это. И я очень жестко разговариваю с соседями, которые несут мусор в лес, потому что мне это не нравится. Это мой лес. Не важно, что он не закреплен за мной юридически, это мой лес, я в нем гуляю каждый день. И я очистил этот лес от мусора. И я не позволил соседям просто это делать, потому что я объяснил, они перестали это делать. А я поймал каких-то мигрантов, которые пытались мусор кинуть, я им объяснил, что не надо этого делать, объясните хозяину своему, что там люди есть, которые ругаются, могут лопатой побалдеть. Вот, и они убрали в лесу, и все хорошо. Вот, то есть, вот какие-то такие подсознательные штуки, понимаете. И есть еще один момент, когда мы ставим забор, то мы сознательно ограничиваем свой мир, свои рамки. И мы прячемся за этими рамками. Люди, которые строят забор, они стремятся спрятаться куда-то, вот отгородиться. И вот они, мои рамки, они сознательно сужают, не просто забор ставят, а сознательно сужают свою свободу буквально. И самые люди, которые преуспевают больше всего в этом деле, они строят не просто забор, они строят очень высокий забор, но они не успокаиваются на этом. Они боятся, что грабители залезут в окна, они ставят решетки на окна, и они забор обносят колючей проволокой, и туда пускают собаку, и постепенно, сами того не замечая, они строят себе тюрьму буквально. Вот в чем дело. То есть, понимаете, люди, их не надо сажать в тюрьму, они сами себя посадили в тюрьму. Вот какие-то такие ощущения. И вот эти вот рамки, которые мы ставим себе, они есть всюду. Буквально, смотрите, люди в соцсетях, когда регистрируются, они там, я киска, я, значит, злой тигр, я лев какой-то, и прячутся под какими-то странными аватарами, которые, ну, то есть, и начинают там из-под забора вякать. Но, блин, если меня зовут Демитков Юрий, то я и пишу. Меня зовут Демитков Юрий. Это мое настоящее имя, и это моя настоящая фотография. И вот он, я. Мне нечего скрывать. Мне не нужен забор. Когда я говорю, я отвечаю за свои слова. Я говорю искренне это. Я отвечаю за свои слова. И когда я говорю что-то вот, ну, что я хочу вот вам добра, то я искренне этого хочу. И действительно, я, если я что-то говорю не так, то, ну, я несу ответственность за это. И если вы прячетесь за какими-то аватарами, то точно так же, как с забором. Кому надо, тут быстро вас вычислить по IP-адресу. Не стройте иллюзий. Это будет. То есть, здесь нет никаких проблем. Поэтому это просто иллюзия прятаться за аватаром. Не надо этого делать. Я призываю вас быть открытыми, быть искренними, и точно так же в деньгах. Вы знаете, мой канал посвящен в основном деньгам. То же самое, когда мы мы ставим себе такие же заборы и в деньгах. То есть, мы ограничиваем себя вот этой зарплатой несчастной, которая там, если у нас там зарплата, например, там 15 тысяч, мы мечтаем о 30 тысячах. Это будет вот все. Это наше ограничение. Если у нас 50, то мы мечтаем получить там 100, 150, и это наше ограничение. Почему? Зачем себя ограничивать? Люди, не надо ограничивать. Зарплата должна быть не ограниченной. Доходы должны быть не ограничены. Поэтому занимайтесь бизнесом. Ищите способы, как заработать много денег и как их сохранить просто. Много денег. Вот у меня есть знакомый, например, который не пользуется кредитной карточкой или там депозитной карточкой, говорит, а это все там куча мошенников. Но они себя ограничивают. Смотрите, если вы пользуетесь только наличными деньгами, то вы ограничиваете себя только наличными деньгами. То есть вы, так сказать, у вас много денег, не влезет в кошелек. И вряд ли эти люди, которые пользуются наличными деньгами, будут иметь, ну скажем, 10 миллионов рублей. Их просто некуда деть. Понимаете? А просто надо найти способ, как их выгодно вложить, надежно. И все. Именно об этом мой канал. То есть посмотрите. И вы не сможете просто, если у вас только наличка, вы не сможете делать покупки через интернет, например. А это огромный как бы ресурс, во-первых. А вторых, там можно сэкономить. Очень-очень сильно можно сэкономить. Вы видели это в предыдущих моих видео, там кэшбэки и так далее. И кэшбэк платформа, win-win people capital. Это все туда же. Если у вас только наличные, то вы вообще не сможете просто этим заниматься, этим бизнесом. И вы не сможете вложить деньги в акции, потому что вы ограничиваете себя только наличными деньгами. А это, ну, удел бедных просто. И вы ограничиваете вот свою финансовую свободу. Понимаете? Подумайте об этом. И сделайте правильные выводы. Я призываю вас просто вот снять эти ограничения. И весь мир ваш. Как вот мой участок. Он весь, не только участок, но и вот тот лес, он тоже мой. И город мой. И страна моя. И вся планета моя. Вот такие философские рассуждения пришли ко мне при мысли о заборе. И такой мой ответ, почему у меня нет забора. Пока. С вами был Демитков Юрий. Подписывайтесь на мой канал. У меня много интересного. До встречи.